Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэф, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет гречо. Так и вообще успех? Так и да. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин и капитан Очевидность. И вот, не представляете, сюрприз в Warface вели всем известный BDSM рандом. Но в версии кастом новинка. Прям таки сюрприз. Кто не понял, это ирония. Ведь все наши новинки это спешл и кастом. То есть паразитирование на реальной работе предшественников. Ах, чё таким кором пахнуло? Впрочем, не будем о печальном, давайте о позитивном. А позитив в том, что это уже совсем не тот рандом, который мы знали. Да-да, та самая пушка, которая подрывала пердаки её же владельцев. Из-за отвратительного разлёта пуль. Из-за того, что долго зумилась. Из-за того, что просто была, по большому счёту, будем честны, говном. Так вот, новый BDSM совершенно не такой. Он, сука, могуч до неприличия. Но при этом не дисбалансен по отношению к другим классам. И да-да, это тот ствол, который, наконец-таки, вот полноценно, сука, со стопроцентной уверенностью могу ответственно заявить. Делать штурмовика не хуже инженера. Взгляните на ТТХ. Урон 87. Вы скажете, ну тут даже нет 90. А я замечу, что 87 это за глаза, чтобы ставить шапочки. У того же АК-12 значение примерно такое же. Даже немного ниже. А в совокупности с невероятным темпом выше 720. Нагибом пахнет. Да, мой друг, вас послушать, так он реально бьёт. Да, капитан Очевидность, этот малыш не так прост. Дело ведь не только, друзья, в ТТХ, но и в отдаче. А её здесь практически нет. Вот представьте себе, что в руках у вас АМБ инженера. Вот примерно то же самое. Отдача настолько мягенькая, настолько незначительная, что, в общем-то, контролить её не надо. Вы просто целитесь, просто тречите по головке противником и даже не задумываетесь. И не вспоминайте, что отдача как таковая вообще есть. Наконец-то это свершилось. Штурмовику добавили пушку с охрененными ТТХ. С высоким по-настоящему темпом стрельбы, чтобы он даже инженеру мог сказать, «Эй, сука, иди сюда, посмотрим кто кого». И при этом всё это не нагрузили дебильной тряской, дебильной отдачей и всем прочим говном, от чего штурмовик страдает долгое время. И всё это то темпа не хватает, то у него отдача дебильная, то тряска мешает, то разлёт какой-то, то ещё что-нибудь не так. И в итоге всё время штурмовик, всё время он от инженера отстаёт, ну а от других классов тем более. Вот, вот оно, сука, свершилось, наконец-то. Сколько мы за это воевали. Сколько пуканов было выжжено. Сколько подорвано, разорвано. Сколько кресел обуглено. И вот, наконец-то, да, мы своего добились. Разработчики созрели, перестали бояться всего подряд. И всё-таки заимели яйца, такие, знаете, большие, сука, страусиные. И сказали, хуй себе, сделаем нормальную имбу. Эй, тебя послушать, так сплошной гише, неужели лучше валой каться? Так и конечно, мой друг. Ну, извини меня, да какой вал, да какой кац? Нет, может кто-то заспорит, скажет, ну пушка такая, средняя, ну обычная. Ну серьёзно, когда играешь даже с тем же валом, хотя у него вроде уже темп нормальный, 650, ну всё равно, ну не хватает, ну оно бы хватало, если бы хотя бы у инженера была имбет. А сейчас все с ктарами бегают, о чём вы говорите? Какой нафиг вал? Уже даже вал не тянет. А вот БДСМ-рандом нам в этом поможет. Ведь он не только прекрасно спиливает голову, но и отменно пилит в тело, да. Он вообще хорош. У него хорошие множители, у него хорошая минималка. У него отдача и стрельба просто как хирургический скальпинг. Если сравнивать с валом, то вал может выиграть только в плане бесшумности. Но когда речь идёт о такой разнице боевой эффективности, в плане введения огня за счёт темпа, за счёт всего этого, извините меня, ну вал, по моему мнению, тут не конкурент. Что касается каца, каца вообще пушка на большого любителя. Она проблемная. У неё не идеальная точность, у неё дебильная тряска, у неё дебильная дача, у неё малый выбор модулей. А здесь у нас, по сути, тот же кац, только лучше, да ещё с отдачей, ну, чуть-чуть сильнее, чем у вала. Ну, на самом деле, даже приятнее. Перфекто! Друг мой, вас послушаешь таки прямо кошерный ствол. Неужели без изъяна? Ну, друг мой, ну, конечно, Warface, а Lotus куда же без недостатков. Недостаток у нас, друзья, один у нашего BDSM-рандома. И нет, это не то, что он будет за донат. Это, в принципе, уже недостаток. Это норма нашей игры. Извините меня. Ты же сам всё понимаешь, брат. Плати и нагибай. Это и есть золотая формула Warface. Кхм, военная игра. Проблема в дульном пламени. С родным пламегасителем и родным прицелом дульное пламя, прямо скажем, режет глаз. Также я протестировал с неродным пламегасителем и труглой RDS, и вот это сочетание было получше. Я не знаю, что больше влияет. То ли вот родной прицел, то ли родной пламегаситель. По-моему, и то, и другое, но пламегаситель больше. А вот если поставить обычный штурмовой пламегаситель и поставить труглой RDS, то, в общем-то, плюс-минус нормально. Ну и, естественно, единственный способ вообще избавиться от дульного пламени, это поставить глушитель. Идея так себе, потому что 87 урона до минус 10% и нафиг оно нам, собственно говоря, надо. Однако при всём этом должен заметить, что я играл с родным прицелом, с родным пламегасителем. И вы знаете, когда ты бегаешь, ты как-то даже и не обращаешь внимания на это дульное пламя. В некоторых моментах, когда особенно противника вдвое или большая дистанция, начинает мешать, знаете, какие-то, как будто частицы, кажется, что там какой-то песок и так далее. На самом деле это вот такой эффект замутнения происходит, из-за того, что очень много дульного пламени перед тобой. Поэтому к разработчикам есть просьба, пожалуйста, уберите дульное пламя. Кто-то заводит, скажет, ну зачем пушка совсем будет без недостатков? Я всё понимаю, но вообще-то недостатки должны вытекать из каких-то там, скажем, других свойств, из каких-то ТТХ-множителей, из чего-то ещё, но не из того, что с пушкой неприятно играть, как у нас разработчики, что старые, что новые любят. Вот вы знаете, пушка во всём хороша, она такая, ну у неё отдача такая. Улетела, сука, до луны. Или дульное пламя такое, что ты пока играешь, у тебя зрение село на пару диоптрий. Не, господа, ну так не годится. Если убрать, кстати, у Радона дульное пламя вообще, в принципе, сделать, ну нормальным каким-то, как у других штурмовок, там, у АК-12, то ничего не поменяется. Он не станет более имбовым, но он, в принципе, не имбов по отношению к другим классам. Наконец-то можно выходить против инженера и говорить тет-а-тет, кто кого ещё, посмотрим. Ну, понятно, что в упоре как бы хтар тебя всё равно переплюнет, но, в принципе, шансы у тебя есть. Потому что трэчить по головке с темпом больше 700, даже на ближней дистанции, это намного лучше, чем с темпом 650. А на своих законных штумовых дистанциях средних, я думаю, бодаться с инженерами будет одним удовольствием. А вот им уже менее прикольно. И это законно, так и должно быть. Эх, подытожим, ребятки. BDSM Random Custom это то, что наконец-то сделает штурмовика реально играбельным. И действительно, теперь этих штурмовиков станет больше, не меньше, я думаю, чем инженеров. Речь, конечно, идёт о донатерах, но скажите мне честно, разве кто-то ещё остался в этой игре? В общем, так или иначе, я редкий случай, первый или второй раз за всё время, как у нас появились лодусы, могу их похвалить. Похвалить за смелость, похвалить за то, что сделали нормальную, цивильную, человеческую пушку-штурмовику, с которой не страшно выйти на любой другой класс. И это действительно здорово. Наконец-то, наконец-то мы этого ждали, сука, годами. И хоть кто-то это сделал. Субтитры сделал DimaTorzok